которые произошли в Николаевской области. Я хочу сказать, что моя позиция по отношению к сепаратизму и коррупции остается прежней, жесткой и принципиальной. Принципиальной настолько, что вы убедились в этом в пятницу. На этом фронте для меня нет друзей, нет депутатов-политиков. Украины чиновников, правоохранителей и многих других. 23 года в Украине политики-чиновники нерадивые надстраивали коррупционную бюрократическую систему. Нам приходится с ней бороться. Это очень сложно, поверьте. Но мы не останавливаемся и это делаем. Антикоррупционные механизмы запущены по многим направлениям. И у нас есть достаточно хорошие результаты. И в плане экономии бюджетных средств, открытости и многом другом. сигнал пятничных событий для всей Украины, для всех чиновников, прокуроров, полицейских, депутатов. Потому что ситуация настолько сложна с опухолью, которую необходимо вырезать. Я скажу вам, что в Николаевской области это не первое задержание и, уверяю вас, не последнее. А также будут возбуждены ряд уголовных дел и по моим обращениям, и по обращениям народных депутатов в ближайшее время. И сегодня я принял решение, подписал распоряжение о переаттестации всех служащих областной государственной администрации. А это 646 работников. Аттестационные комиссии будут созданы в течение недели, в которые войдут также представители общественности. Для того, чтобы был общественный контроль за служащими тех, которые работают на государственных должностях, специалистами и так далее. Что касается Романчука, он отстранен от функциональных обязанностей. И мое решение также сегодня принято по координации работы направления промышленности, транспорта, предпринимательства. Будет осуществлять мой советник, депутат областного совета от политической партии «Солитарность» Михаил Владимирович Талба. По гуманитарному направлению также будут координировать работу с служащими обл. администрации. Мой советник, известный волонтер Малярчук Ольга. Важно сегодня донести до жителей Николаевской области по открытости власти и не боязни обращаться по проблемным вопросам, по нарушениям закона со стороны местных органов власти, государственных органов власти, как на горячую линию, так и на мою приемную. Я обещаю, что очень жестко будем реагировать с правоохранительными органами, с Николаевской областной прокуратурой. Также рекомендую представителям Службы безопасности Украины максимально публично осветить те действия незаконные, которые совершались чиновниками обл. гос. администрации. И я прошу видео, фото, аудио, запись максимально оприлюднити. Это важно, это необходимо не мне, а обществу, для того, чтобы это больше не происходило. А если будет происходить, то закон один для всех, независимо от ранга, звания, кумовства и так далее. Я просто надеюсь и думаю, что если будет публичность, значит и будет контроль этого дела. А теперь хотел бы передать слово представителю Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексею Лякову. Доброго дня, шановні присутники. Заступник начальника управління СБУ Миколаевской области, начальник спецпідорожнього по боротьбі з коррупцией и організованной злочинностью. Лякова Аксина Зеленовича. По-перше, приветствую вас с профессиональным святом. Поважайте вам могут объективности, бо саме ваше висвятлення того чи іншого явища формує громадскую думку в Украине. Тому объективность будет независимо. З приводу ситуации, которая сплавилась, то спецпідорожнему задокументовано викриту деятельности группы посадовцев в Николаевской области, начиная с районного и закиевшего областного уровня, который наладил схему требования и получения неправимирной выгоды, на более побывом уровне, как хабар, субъекта устанавливания. В данном конкретном випадке вся вигода вимагалась за надання дозволів документів щодо корисних попалин в Новомиколаевському родовищі Хлопняка. Провідна роль, на жаль, вказаній схеми належала саме Громачуку, першому заступнику голови Роболежа Адміністрації. Крім нього, до вкладу вказаної групи входили заступник голови Єланницької РДА Зайсбур Олег Анатольевич і помічник, радник першого заступника голови облоради Романчука Левченко Геннадій Валентинович. Всім трьом вказаним посудовцям оголошено про підозру Зайсбургу в чиненні злочину, передбаченому частиною 3 статті 368, це отримання хабаря особою, яка займає відповідальне становище або у Великому розмирі. Левченку та Романчуку оголошено підозру в чиненні злочинів, передбаченому частиною 4 статті 368, це отримання службової особи хабаря у особливої великому розмірі або той, яка займає особливе відповідальне становище. Стосовно Зайсбурга, Приморським районним судом міста Одеса, в даний час застосовно запобіжний захід у виліті тримання під вартою з альтернативою внесення застави 1 мільйон 900 тисяч гривень. Щодо Романчука, наразі триває судовий розгляд і приймає це рішення, показано питання. Прокуратура ПДНР, яка веде розсліди вказаного кримінального провадження, звернулася з питанням про застосування арешту з альтернативою запобіжного заходу в розмірі за 7 мільйонів гривень. Затримання відбулось 3.06. силами провіння СБУ Миколаївської області та слідчими військової прокуратури ПДНР. Затримано помічника та водія Романчука Овчара та Фарми, безпосередньо при утриманні непримірної вигіди у розмірі 80 тисяч доларів. Наразі триває свіст. А можна про Соколов? Заступник голови обмиради Соколов. В даний час до нього не застосовувалися повіжні заходи. Він не є підозрюваною по вказаному кримінальному провадженню. Тому коментувати його участь, мабуть, буде недоречним. Дякую. 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 Дякую.